Почему снится муж умерший? Это общение или это иллюзия? Когда человек снится, и ему снится человек, который умер, это говорит о том, что душа нуждается в вашем подталкивании. И это говорит о том, что вам кажется, что человека нет. На самом деле он есть в вашей памяти, есть в энергетической структуре вашей жизни, там, далеко, в прошлом. И эта нить, она связана с вашими синаптическими связями. И когда снится такой человек, то нужно его помянуть чем-то хорошим. Сказать, ты мой хороший, у нас были хорошие события, ты мое солнышко, покойся с миром. Зачем это делать? Если такое сделать, тогда у детей, которые живут сейчас в этом мире, будет счастье. Я уже рассказывал эту историю, повторюсь. Когда-то я был в Индии с подружкой моей, она сама из Крыма. Да-да, с Крыма. И она работала на рынке, рыбой торговала. И мы вместе поехали в Индию. Не вместе она с мужем своим, а я поехал сам. И вот мы в Индии были в монастыре. Это как раз был такой фестиваль Кумбхамела. И будучи на этом фестивале, я их повез, это у меня уже второй фестиваль был. И я приехал туда, повез целую группу. И во время, после проведения этого фестиваля, мне очень хотелось пообщаться с человеком, который является там, в Индии распространено это, он является тем, кто предсказывает судьбу. То есть это человек, который постоянно находится в аскизе, то есть он обмазан белым пеплом, ни с кем не общается, бесконечно молится. И к нему сложно попасть. Но попав, он тебе может предсказать какой-либо, дать какой-либо совет или дать какое-либо предсказание. Все сбылось, что он тогда предсказывал, несколько раз предсказывал, все сбылось на 100%. И дал мне хороший совет. Так вот, о моих советах забудем. А вот такой совет был этой девушке дан. Она задала вопрос, почему у меня всегда с мужьями плохо? И почему у меня всегда с бизнесом хорошо? Я хорошо зарабатываю и так далее. А мужчины не хотят ни на меня смотреть, ни со мной жить. Там 3-4 дня поживет и убегает от меня. И он ей сказал, ты плохо, в твоих воспоминаниях находится очень плохое отношение к твоему отцу. Она говорит, конечно, это был не человек, это была свинья. И дальше ругательство. Так она возмутилась, я такого не видел. И он говорит, смотри, как только полюбишь своего отца в своей памяти, все мужчины начнут тебя обожать. Как только полюбишь маму в своей памяти, всем мужчинам начнешь нравиться и будет много денег. Поэтому обожай в голове память о тех людей, которые связаны с тобой. Если вы жили с мужчиной, то возможно есть какой-то мужчина, который смотрит сейчас на вас и вы ему нравитесь. Но есть нить, которая мешает вам, скорее всего, чтобы такое событие создалось. И что является причинно-следственной связью? В вашей памяти негативная ситуация, негативное отношение по отношению в воспоминаниях к тому человеку, который рядом с вами жив. То есть вы бы могли согласиться, и событие могло бы быть. Но из-за того, что там есть причина, то... Поэтому и приснился, видимо, ваше сознание вынесло эту причину. А что нужно сделать? Сказать, ты мой хороший, такой был хороший. Покойся с миром. Коля.